Насколько актуален сегодня набор на контрактную службу, об изменениях в этой сфере, а также о реабилитации и дальнейшей службе ветеранов, но на малой родине, поговорим сегодня с начальником Центрального штаба формирования добровольческих батальонов Республики, полковником внутренней службы МВД, ветераном боевых действий Борисом Гордеевым. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с главного. Продолжается ли набор на контрактную службу и можно ли сегодня говорить об изменениях в этой сфере? Спасибо за вопрос. Здравствуйте еще раз. Действительно, наш Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Республики Башкортостан сегодня как единственная группа управления, будем говорить, по работе с общественностью, с населением, с ветеранами, является как уникальный состоящийся факт, юридический факт. И набравший такого, будем говорить, боевого, практического опыта он остался, потому что задачи, вы знаете, что все задачи, боевые задачи, выполнение задач специальной военной операции, будем говорить, Российской Федерации, они продолжаются. Здесь практически что нужно сказать, что мы дислоцируемся также в городе Уфе, Айска-63. Ну, вы знаете, я уже на цикле передач продолжается с вами, я рассказывал о том, что так получилось, что мы создались как штаб формирования, потом, учитывая в связи с возникающими задачами главы Республики Башкортостан Хабир Владимирович Фаридовича и Министерства обороны Российской Федерации, мы расширили свои полномочия, создав свои филиалы центрального штаба в городах и районах Республики. Так появились сразу же в Салаватском районе, как родина Салавата Вилаева. Я начинал свое время именно по, будем говорить, по просьбе полковника Юмага Ужина, который сегодня советником главы Республики Башкортостан Ради Фаридовича служит, постоянно находится в батальоне Росгвардии имени Салавата Вилаева. И в этот период как раз создался этот первый штаб, это октябрь 1922 года. Вот с октября 1922 года вот это подразделение как филиал у нас остался, и учитывая, что я там служил в этом штабе, затем после того, как мы сформировали в декабре 1922 года, отправили на боевое слаживание Росгвардию, батальон Салавата Вилаева. Осталось у нас, я уже говорил, более 200 человек, те, которые по возрасту туда не попали. Просто Росгвардии выставило до 50 лет. Затем наши боевые товарищи, инициаторы, во главе нынешнего руководителя Занединия Дару Ралыча, который является руководителем штаба центрального на сегодня, я начальником штаба со дня создания, опытом Салавата Вилаева, мы пришли и создали такое уникальное мероприятие. Борис Ефимович, этот уникальный проект, центральный штаб, существует уже больше года. Интересно, пользуются ли этим опытом представители других регионов? Есть ли участники, которые хотят стать контрактниками, которые, может быть, заявляются именно от Башкирии? Да, действительно. Ведь не только начать работать в каком-то регионе, а и вообще нужен ли был этот опыт. Действительно, вы угадали. На сегодня поступают звонки с регионов к нашему руководителю, который уже не только просит, а именно просит приехать организовать такую форму работы и рассказать, поделиться опытом. Вот настолько это вот именно случилось, это вот в марте, в апреле месяце. А так-то мы были очень заняты формированием нашего полка Башкортостан. Действительно, вот этот вопрос стал интересен. Ну, а нас, конечно, знал, что говорить, когда мы провожали наши батальоны и полк Башкортостана, всегда присутствовал первый заместитель министра обороны. Конечно, он, наверное, сказал, что в Башкирии такой штаб существует. И потом надо это сказать, я всегда об этом говорю, мы не отдельные, мы не государственные структуры. Мы помощники военкомов, военкомов, прежде всего районном уровне, городском уровне. И вот у нас очень хороший военком, это Блажевич Баш военком. Вот так мы в тандеме работаем. Мы себя считаем только помощниками, дополнение. Вот что касается опыта, сегодня я звонок сам получил с Москвы, но Рафаминского района, секрета нет. Москва, это Москва, не Московская область. Он говорит, Борис Ильич, мы слышали у вас какой-то опыт, можете рассказать, мы хотим тоже в Москве. Ну, я говорю, у вас вроде все хорошо там. Нет, говорит, вы расскажите, направьте то, что вы структуру сделали, положение сделали, направление деятельности. То есть, мне это очень понравилось. Вот сегодня, ну, Ильдар Уралович, руководитель, там другие звонки поступает. Я сегодня просто не могу поделиться ими. Я думаю, он к вам придет, сам расскажет. Что касается реабилитации, да, вот мы гордимся нашим полком Башкортостана. Спасибо ради Фаридовичу. Вот ему, правительству, мы как о деле, и какое у них вооружение сегодня, как они воюют. Сегодня у нас герой России. Конечно, очень жалко, погиб Андрей Мигунов, командир танкового батальона. Но сотни ребят представлены государственным наградом. Государственные награды Башки, государственные награды России, ордена ужаса имеют. Вот это именно уникальный полк, который обеспечен сегодня новейшим оружием. Ну, здесь надо что сказать. Идализировать я не хочу. Идеально в жизни ничего не бывает. Наверное, где-то что-то там в шероховатости тоже есть. Но, ребята, мы их встречаем, мы их провожаем, будем говорить. Здесь в отпуска приезжают. Всегда я им говорю. Ну, конечно, они очень хорошо относятся. Сегодня вот этот тот потенциал, мне думается, это путь профессиональной армии. Вот сначала они добровольцы хотели. Теперь они все заключают контракты, и все выплаты, и все льготы, и все им поступают. Сегодня 39 льгот. Когда я в Чечню уходил 20 лет назад командиром сводного отряда, нам таких льгот не было. Мы даже не знали, будем ли мы вообще ветераны боевых действий. Мы об этом не думали. И они не думали, то, что сегодня ходили. Вот сегодня государство обращает на эти вещи внимание. Борис Афимович, вот, допустим, значит, боец вернулся, получил статус ветерана, и полагается ли ему реабилитация на государственном уровне? Сегодня вы очень хороший вопрос задали. Сегодня и правительство, и Райфаревич об этом уже думает. И мы, общество ветеранов, я сегодня представитель ассоциации ветеранов боевых действий МВД Республики Башкортостан. Вот, заместитель, представитель ветеранов, скажем, Республики Башкортостан. Мы эти вопросы рассмотрим. Конечно, может быть, и госпитали надо специализированные. То есть сегодня специальная военная операция, она же не вечная. Она когда-то завершится. Мы должны думать ребят встретить, как-то их именно реабилитации, чтобы они все прошли. К слову говоря, и даже при вашем штабе же реабилитация проходит, когда они к вам устраиваются уже в качестве педагогов. Да, у нас они уже специалисты такие есть. Вот, они, в принципе, мы их определяем. В каждом районе сегодня есть создан фонд защитников Отечества. Это очень хорошее. Там профессионалы сидят. Они вот регистрируют все это дело. Вот. Ну, единственное, что могу сказать. Такого большого госпиталя там или прохождение реабилитационного центра, конечно, у нас пока это все нет, это все впереди, но это надо делать. Это правительство этим занимается. Пока они могут в санаториях проходить. Пока в санаториях. Там все виды санаторий они могут получить. И там также по льготным. И семьи они могут. И сегодня очень много, вы знаете, льгот и по семье. Вот это никогда так не было. Даже во время Великой Отечественной войны не было. Сегодня шикарно. Сегодня обращаем внимание. Но здесь, конечно, я все прежде всего прошу наших таких общественных организаций быть внимательным. И властной структурой. Чтобы каждой просьбе ветераны... Сегодня вот мне позвонил тоже один звонок интересный был. Тоже потому, как... Где сотрудники? Вот кто-то... Где бойцы наши? Кто-то теряется. Вот создали в фонд защитника отец там банк данных. Потому что по всей России надо это запускать, чтобы сразу бойца безости пропажки или утерявшие связь с родственниками сразу найти. Таких звонков очень много. Мы стараемся людям помочь. Борис Ефимович, самое важное сейчас, давайте напомним, куда приходить, куда звонить и, в общем, как это все организовывается. Ну, прежде всего, уважаемые телезрители, добровольцы, я хочу обратиться и поздравить ветеранов МВД силовых структур, наступающим днем ветеран сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, да. И, конечно, коллеги, дорогие мои боевые друзья, я жду вас. Вас нуждается Родина Отечества, Республика Башкортостан. Сегодня более 200 только по официальным данным воюют наши ветераны МВД. Ну, мы их гораздо считаем больше. Сегодня, да, я могу сказать, что вот ваша пенсия сегодня, она не будет удерживаться. А вот те, которые 200 человек ушли, они ушли, не знав, их не волновало это то же самое. Сегодня вот пенсия, в примере, если 40 тысяч пенсия, она не будет удерживаться. Плюс принят закон. Мы тоже внесли немножко часть госсобрания, предложение законодательной инициативы, в частности, я готовил. И на российском уровне сегодня закон принят президентом Госдумы, и на уровне президента России сегодня вот эти пенсии военным пенсионерам и силовым структурам возвращаются. То есть это тоже вот хорошее. Ну, единственное, там просто мы инициатива, я должен сказать, это вся Россия работает. Там 34 у нас боевые, вот у всех, и афганцев, чеченцев, сирийцев, ну, у всех. Там вот мы хотели до минимального размера оплаты труда. Борис Ефимович, ну это уже детали, которые можно узнать в видео. Это уже детали, и на следующих передачах мы можем подробно остановиться. И где можно узнать все подробности? Значит, у нас адрес прежний, горт Уфа, Айская, 63. Телефоны, они известные, они в интернете есть. Конечно. Люди нам звонят, приезжают. Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Республики Башкортостан. Ждем вас. Все будет у нас хорошо. Все будет хорошо. Спасибо вам большое, тем более с такими, как вы. Спасибо. И я напомню, что гостем нашей студии был начальник Центрального штаба формирования добровольческих батальонов Республики, полковник внутренней службы МВД, ветеран боевых действий Борис Гордеев. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Субтитры подогнал «Симон»